Стрелки старинных часов замерли в начале восьмого вечера, спустя почти сутки после того, как остановилось сердце их бессменного смотрителя. Кто-то скажет, мистика, однако высшие силы здесь ни при чем. Просто закончился заряд. Чтобы механизм работал, его нужно заводить раз в двое суток. Ну вот, гиря опустилась и часы остановились. Надо поднимать. Настоятель фарного костела в Гродно Ян Кучинский первым поднимается на башню. Вот уже три дня сюда никто не приходил. С любовью смазывает механизм и пытается снова вдохнуть в него жизнь. Бережно, чтобы не повредить шестеренки, ведь часы – историческая ценность. Он проходил, задвигал вот эту шестереночку и начинал поднимать весь гиру, весь механизм запускал таким образом. Но все усилия тщетны. Вроде и маятник качается, и раздается привычное тик-так, но стрелки по-прежнему стоят на месте. И как заставить их сдвинуться с места, настоятель не представляет. Этот секрет знал только мастер Иосиф Ясюкевич. Механизму уже более 500 лет. Гродненские – старейшие башенные часы в Европе. За всю историю – это лишь второй случай, когда они остановились. Первый полтора столетия назад. Тогда механизм сняли, а назад установили лишь в 1989-м, после реконструкции. С тех пор часы стали частью экскурсионных программ. Посмотреть на достопримечательность приезжают сотни туристов со всего мира. Долгий час лечилось, что самым старожитным годинником является пражский. Але, как показали доследования, что в 80-х годах этот годинник все-таки самый старожитный. Годинник, вельми подобный на Гродинске, находится в музее Собора Святого Павла в Лондоне. Але он не функционует. Наш годинник працует. Историки обеспокоены. Поиск нового смотрителя – задача не из легких. Профессия – это уникально для Беларуси, а должность официально единственная в стране. Доверить такую работу можно далеко не каждому. И когда надо их смазать одним маслом летним, когда надо смазать зимним маслом, когда надо где-то стрелочку придержать, где-то стрелочку запустить чуть-чуть вперед, чтобы она пошла, чтобы она правильно показывала время, то есть здесь надо иметь свою определенную тонкость, быть ювелиром, скажем так. Потому что ведь эти часы отсчитывают наше время. А еще забыть об отпуске и выходных, как это делал прежний смотритель. Ведь башенные часы капризны, как ребенок. В жару метровые стрелки отстают, а в морозы наоборот торопятся. Еще одна немаловажная особенность такой работы – будущий смотритель должен быть человеком физически сильным и не бояться высоты. Ведь до часов почти 60 метров. Каждый день мастеру придется преодолевать пешком 10 этажей и 132 старинные узкие ступени. Говорят, передать секреты профессии ушедшие из жизни мастер успел лишь одному человеку. Но кто он, служители фарного костела не знают. И в срочном порядке его разыскивают. Ведь чем быстрее позолоченные стрелки вновь сдвинутся с места, тем быстрее город войдет в привычный жизненный ритм. И вновь над Гроднах каждые 15 минут будет раздаваться звон. А в городской суете для многих он стал сигналом – остановиться и поднять глаза к небу. Надежда Завиновская, Александр Бужуков. Наши новости. Гродненская область.